Хорошо, нехорошо, я не знаю, но во всяком случае это без каких-то претензий, желания нанести обиду и без разных каких-то магических ритуалов. То есть они сами там оказываются? Ну вот вдруг, как-то вот почему-то, вот например, вот там роман «Грачи улетели», там вот в одной сцене есть Рикшан, но Рикшан занимается тем, чем он занимался Владимиром Рикшановым тогда в жизни, он раздавал так называемое гражданство всем желающим. Вы знаете, кто такой Рикшан, Владимир Рикшан, кроме того, что он писатель, он еще фронтмен и основатель группы Санкт-Петербург, рок-группы, старейшей рок-группы петербургского, ленинградского еще рок-клуба. Да, дедушка ленинградского рока, как мы его называем, но он еще на БГ, по-моему, но он вообще необходим просто был для того, чтобы вот в этом помещении, вот на этом мероприятии оказались герои, потому что это вот как-то ритмовалось с тем, о чем они должны говорить. Так что это как бы вынужденная такая мера, но он буквально поступал на сцене так, как он поступал, то есть в романе так же, как на сцене, там ничего не придумано. А вот это правда была история, которая является сюжетом романа «Грачи улетели», там собираются компании из трех, так сказать, уже поживших, так сказать, солидных людей. И там они, значит, видя иностранную журналистку, выдают себя за родоначальников и дедушек акционизма питерского на том основании, что они, вот сказать, в своей ранней молодости как-то втроем пописали с моста, вот, в речку Неву. И, в общем, главное доказательство того, что они вот не просто хулиганы, а, так сказать, действительно, актуальное искусство еще, еще, когда начинали, они медицинским протоколом, так сказать, это пытаются подтвердить. Да, там, ну, конечно, придумана сама вот эта ситуация, но, в принципе, таких акций были, похожие, похожие, что-то подобное. Это все обсуждалось, да, об этом диссертации целое написано. А последнее, как вы знаете, позавчера произошло, да, Павленский, он на сей раз банк поджег в Париже, да, до этого у нас ФСБ, да, видимо. А как вы это можете, вот, как автор такого романа прокомментировать? Ай, а что тут комментировать? Мне, вот, вот что, во-первых, я не знаю, что можно ожидать от этого человека, а, во-вторых, он очень пафосен, он очень пафосен. Это все с пафосом, ну, все пафосно, а мне кажется, надо как-то вот с юмором относиться вообще к художнику себе, хотя бы с каким-то легким, легким и писателем, кстати, с легким ощущением в своем природе. Если этого нет, то, ну, что это такое, это и есть. А теперь пускай там европейская психиатрия выясняет, что это... Передо их проблемами. Да. Пусякни, мы опектируем. Где-то тонкая грань искусства проходит. Да. Вот обычно на пресс-конференциях обязательно найдется какой-нибудь молодой журналист, который задаст этот идиотский вопрос. Как понравился вам наш город, я его не буду задавать. Я хотела бы спросить, поскольку у нас все-таки Нева впадает в веселье, да, вот интересно, что вы знаете о современной уральской литературе? Какие-то известные ли вам имена, читая его что-нибудь? Ну, это хороший вообще такой... Тудар поддых. Сильный, хороший. Есть прекрасный журнал «Урал», замечательный журнал «Урал», и современной уральской литературы. Ну, самый близкий мне человек к современной уральской литературе, это новый житель города Екатеринбург Ром Сенчин. Мы друзья, и я считаю, что это теперь уральская литература, вам очень повезло. Это теперь наша проблема. Это теперь ваша проблема, я спокоен со наш город, со Москвой еще. Это теперь ваша, это очень хорошо, да, это замечательно. Есть тоже мой старый приятель Дима Бавильский, который, ну, в общем, живет в Челябинске, большую часть, наверное, времени, меньшую в Москве, и раньше очень часто, насколько я понимаю, появлялся и здесь, в Екатеринбурге. И интересный автор Диму Бавильского я просто помню совершенно какой-то странной такой вещью. У него был один из дебютных романов, который назывался «Ангелы на первом месте», а я издавал в Петербурге такой журнал, я называл его журнал, но, конечно, это была газета, которая называлась «Ты настоящий европеец», а аббревиатура, соответственно, «ТНЕЕ», ну, как «З», да, так артиковали, еще с воскресательным знаком, то есть с претензией «Ты настоящий европеец», «ЗЕ», вот, воскресательный знак. И я там обозревал, еще мало того, что я издавал, я под псевдонимом обозревал современную литературу, мне издательство все это ссылали, и вот «Астрель» прислала мне роман Димы Бавильского «Ангела на первом месте», где все действие происходит там, в общем, между сетевыми персонажами, какая-то такая любовь, это потом уже «Одиночество сети» было написано, а до «Одиночества сети» был Дима Бавильский, это там все гораздо круче, а до этого у него было что-то такое про Посленовых, по-моему, из жизни Посленовых роман, там тоже про сеть, про любовь, про сеть, чертов стулья как бы. И я прочитал, думаю, понравилось, думаю, какой классный парень-то, я его нашел в сети, и мы так с ним подружились, да, и даже на какую-то, у меня, знаете, сзади на книжечках такие анонсы, одни писатели пишут про других, делают вид, что прочитали роман и пишут, в новом романе Сергея Носова меня поразило, там, обычно никто ничего не читает, а чаще всего авторы сами пишут это все, и потом звонят своим приятелям, говорят, слушай, ты можешь написать, да нет, напиши сам чего-нибудь, подпишись, как бы, и все так делают. Мне кажется, что Носов написал на романе Носова. Нет, 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 все, я тебе-то я верю, нет, но вообще это часто бывает. Да, в общем, сейчас интервью так берут сами у себя. Да, так, ну, я думаю, что, в принципе, мы к этому и приходим, что мы сами у себя читаем, сами все, все. А Дима повествовал, нет, говорит, я тебе ведь напишу сам, да, и он долго писал, уже, мне издатель там уже, ты где, где, я говорю, ну, сейчас. Да, пил, всю правду рассказал, и, в общем, ругал. Нет, он как-то, меня поразила проза, да, ну, как-то все нормально, да. Мэм я еще все равно не читал, просто он, как бы, отложил в сторону, да, потом все-таки поступил, как и все остальные, да. Вот, это вот то, что я знаю про, в основном, про современную уральскую прозу, но, с другой стороны, вы же понимаете, ведь нет уже, мне кажется, что нет уже разделения, там, уральская проза, дуральская проза, пермская проза, там, петербургская проза, уже такое, это же все смято, есть горизонтальные связи между поколениями, да, внутри поколения, они очень мощные, они сейчас, благодаря тому, что существует какое-то там, вот, фестивальное, это же фестивальное движение, на самом-то деле. Ведь оно полезно не только, например, читателям, которые приходят вот сейчас, да, в фестиваль Белинки, это же не только полезно вам, что вы слышите там прозаиков, там, поэтов каких-то современных, это безумно полезно самим прозаикам и поэтам, потому что мы приезжаем и общаемся со своими коллегами. Это самое важное, потому что в каких-то таких совершенно неформальной обстановке мы вроде как полушутя, мы, может быть, даже какими-то намеками, мы обговариваем, мы затрагиваем, мы нащупываем вот так вот, не обговариваем, мы нащупываем те болевые точки, которые могут быть притяжением творческой мысли. Мы их нащупываем, мы это, мы понимаем, что мы как-то актуальны сейчас, вот мы все вместе, да, разговаривая друг с другом, мы понимаем, потому что вот как вот сейчас авторы пишут о том-то, о том-то. Почему это все происходит? Почему? Потому что это вот, это, это, это рождается в этих горизонтальных связях. Большое спасибо там в свое время Филатову, который сделал премию-дебют, и очень много, кто через премию-дебют пошел в отличие от меня, я узнал о том, что существует премия-дебют уже когда мне было там за 35 далеко. Но очень многие прошли через премию-дебют, и вот точно так же вот это поколение, они все друг друга знают, и это очень хорошо, это замечательно. И именно вот это вот большой плюс фестиваля, потому что премия-дебют это тоже формально, как бы это такая, мастерская, фестиваль, это вот нечто подобное. Поэтому сказать, что вот это вот на Урале пишут так вот, а за Уралом пишут по-другому, наверное, нельзя. То есть, вы хотите сказать, что вот есть такая вот большая российская совестность, нет никаких там, ни региональных, ни первичных признаков. Нет, есть только Леша Иванов, который пишет золото Парма, там, сердце Парма, золото Пунта. Есть вся общая проза, и Алексей Иванов, стоящий гигантской глыбой, отдельно, и все его омывают. Всегда вот, ноги его, великого колосса. Я говорю это, между прочим, практически без иронии, с большой любовью к нему, как автор. А вы согласитесь с Сергеевым? Ну, я бы вот Анна Матвеева назвал бы. Конечно. Да, вот она была. Особенно рассказы ей мне нравятся. Я забыл, она девушка, я забыл. Вот, она, у меня, кстати, вот написала рецензию однажды, такую, я был поищеным, страшным. Сама писала? Пф, как тоже, написать за ним Матвеева. Ну, опять же, драматурги вошел, все-таки, как столица вошелся курсом. Да, да. Не, ну его-то не обойдешь, Калидон, ну как это? Ну, столица, столица драматургическая, да, что сказать. Культурная столица драматургическая, наверное, напиши на Чулу, а вот столица такая-то, Катеринбург. Ну, то есть и генезис петербургской по прозове, как вот нельзя проследить там от 90-х, нулевые? Можно, наверное. А вот интересно было в вашем жизни узнать, как она меняется, какие процессы в ней происходят. Мы честно сейчас будем говорить или мы соврем красиво? Я не знаю, я не знаю, что ты хочешь сказать. Да нет, нет, но мы на самом деле... Нет, давайте я сейчас овру просто что-нибудь. Ну как, да, вот литература, она как-то в принципе, так или иначе, она кучковалась вокруг двух, трех, на самом деле, основных петербургских журналов. Нева, Звезда и Аврора. И эти авторы, они как бы менялись, и в общем это и собрело это преемственность. Но я сейчас соврал. То есть это такая красивая картинка для, например, для словистов, для какого-нибудь будущих исследований. А на самом деле все происходит не так, и был гигантский провал в петербургской литературе, просто зияющий провал, дыра, когда целое поколение... Ну обычно сколько? Ну есть же какой-то определенный процент от поколения людей, которые стали заниматься каким-то одним из видов творчества. Будь то кинематограф, будь то театр, живопись. И этот процент, он плюс-минус все время один и тот же. А в поколении, которые родились с середины 60-х, по середину 70-х, этот процент резко упал. И это было ведь не только в петербургской, ленинградской литературе, но и в общем во всей российской литературе. Это связано, несомненно, с теми процессами глубинными, мощными, тектоническими совершенно сдвигами, которые произошли в обществе. И просто эти сдвиги, они заставили это поколение долго рефлексировать, достаточно долго рефлексировать то, что произошло. И книги об, ну скажем так, актуальные для читателя книги, серьезное осмысление происходящего и серьезная литература, вот поколение тем, которым сейчас от 45 до 55, они появляются только сейчас, в последние 5-6 лет. Я не говорю, ну конечно, что-то на слуху все равно было, что-то появлялось, но процент очень маленький. Моложе, да, там здорово все уже, там все хорошо, и гораздо больше. То есть можно посмотреть даже просто по тому, что издает, ну наша самая крупнейшая изданка, называется Тирексма. Кстати, авторов-прозаиков, которым сейчас 35 лет, например, их в процентном соотношении сильно больше еще тем, которым сейчас 45. Это просто, это вот математика. Это говорит о том, что действительно, действительно это вот было не отрефлексировано. Сейчас вот что-то начинается. Вот мы были сегодня в Каменске-Уральском, и как раз об этом тоже там речь зашла, ну так немножечко. Я думаю, что чуть-чуть еще надо немного подождать, появятся и новые имена, и те имена, которые, имена, скажем, которые не очень известны. Потому что я не верю, например, сам лично, что человек дожил там до 50 лет и никак не проявил себя, например, в литературе. И вдруг это, бах, это хороший прозаик. Ну не может такого, ну не существует такого. Это, ну, это редкость. Это редкость. То есть какая-то такая, это на уровне математической погрешности. Конечно, как-то должны были появиться, но вот неизданные, написанные где-то лежащие книги, книги там недописанные, вот, появляются. Я вижу, я вижу это в том числе и как человек, который периодически зовут на всякие вот литературные конкурсы, в жюри. Вдруг какая-то куча балок, какой-то дряни, ну бог знает чего. И вдруг, елки-балка, а это что за текст? Никто не знает этого автора. А потом, оказывается, что человек писал еще о чем-то. Его где-то, может быть, один раз публиковали, и нету его. А там...